welcome 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 дорогие друзья продолжаем заниматься непотребством именно смотреть за матчами команды т1 когда они играют не против лидеров и играют по сути с утра я смотрю это вечером ну как бы запись хотя результат уже игры знаю но все но за этим понаблюдать будет довольно интересно команда т1 нынешний чемпион мира у нас сегодня такой вечерок с чайком посидеть пообщаться на тему того что там т1 натворили опять что не натворили опять ребят да ничего особенного взяли себе лисину просто интересно и у нас да и наверное главного эта неделя стартанув запустила патч 14.3 в чемпионате кореи а это означает что смолдер стал открытым и смолдера тут же команда т1 забанила забегая вперед скажу что смолдера вы сегодня увидите в матчах ну и дальше полереть пока не буду просто знаете что он не будет во всех играх забанен он все же попадет в матч команда т1 решила от него избавиться но забрали себе хвея вместе с сен и под эту сену они взяли орна орна саппорта но я думаю это было взято по причине того что оппонента забрали у них наутилуса то есть вы забираете у нас наутилуса не давай нам играть сену наутилус ботлейн ну а мы тогда в ответ забираем контрук наутилусу великолепного танка блокирующего инициацию по сути целого наутилуса потому что получается как наутилус выдает ульту там кидает хук выдает ульту и в этот момент орна просто дает свою ульту как десант гейдж по оппонентам и танкует не хуже и главное он на в лейтгейме выдает нереальные статы для своих союзников усиливая по одному предмету для каждого математически там не так чтобы прям супер супер но все равно ваш стандартный билд максимальный в конце игры будет стоить от 16 до 18 тысяч зависимости за какую роль вы играете но вместе с орном этот билд будет стоить примерно на 1000-2000 в зависимости от того опять же что вы там собираете на 1000-2000 больше или дороже ну и тут пять игроков вот тебе и сумма набирается что весь ваш драфт на 5000 золота всегда будет сильнее команды оппонента в конце игры но правда здесь есть лисин который не ясно вообще зачем был взят в этой партии вега вай были забанены но киндер например была открыта или какие-нибудь другие типа попи чемпионы но почему-то он решил пойти лисин и чисто по драфту если так посмотреть если бы это было пред чемпионат мира патчу где-то там зима не зима прошлого года лето может быть даже еще чуть раньше я бы сказал что здесь передрафтила команда ns red force но дело в том что с тех пор много воды утекло и зерея по факту перестала быть чемпионом если раньше она действительно ну там шесть месяцев назад как я говорю вот действительно могла победить сену в лейтгейме то сейчас это просто помойка которая надеется на какое-то чудо но у них есть жакс а у них есть хорошая связка си жуанина утилу с жакс талия зереи должны просто подарить им среднюю стадию игры и протащить их до лейта правда в лейте все равно они будут послабее команды т1 кто-то спросит почему ну во-первых гнар во вторых сена с бесконечными скейлами в третьих орн с бесконечными скейлами и конечно же невероятная связка которую я часто увидел только сегодня на когда краем глаза смотрел за матчем команды т1 я знаю результаты про это уже рассказывал хвей плюс сена кажется что вроде никакой связки то тут и нет но дело в том что если хвою сена дать спереди хороший фронт-лайн состоящий из физического там урона и пробивать пробить и брони то есть пробить и брони чтобы сена наносила урон и физический урон чтобы оппоненты вынуждены были собирать нинжа тапки то вот этот чемпион будет находиться на ренже в 1200 единиц а это три флэша ребят дальность три флэша будет закидывать всех заклинаниями и если вы попытаетесь него ворваться то там сена начинает на дальность уже 800-1000 работать тоже по вам и получается что подойти так этим двум чемпионам вообще невозможно все попытки зайти с фланга просто обрубаются из вот этих трех танков саппортов которые куролесят вокруг и прикрывает двух их ну просто вам рассказываю что этот драфт оказался дико сильным давайте посмотрим как команда т1 его реализовывала пока еще видите команда ns red force ничего не подозревает тем более что они знают команда т1 что-то как-то слакает начало последние партии свои и на пятой минуте при счете 0-0 решает сильви все же заглянуть на бот-лайн делать хороший сайт степ она тут как-то не войти вроде дает какое-то замедление он здесь оказывается без хп прыгает останавливает он врыв гумаюша но это ценой жертвы самого себя и кирю там тоже очень сильно избили но урона не хватило после чего пытался гумаюша вместе с кири допушить линию не зная что джизу вместе с петером остались здесь на этой линии они снова делают врыв в этот раз уже без прикрытия лисина остался сена игрок сена погибает после этого кири зарабатывает одно ответное убийство но это ему не помогает потому что талия делает ротацию фейкер это остановить никак не сумел три килла у зерри вот такой вот старт у нас получился зачем-то нам два раза повтор показывают видимо не очень хорошо хайлайс записали а не нам и потому что не показали как фейкер в соло сделал убийство сильва сива забирал дракона забрал дракон для своей команды но уйти оттуда не смог и погибает счет 23 давайте паузу нашему чтобы немножко сориентировать что-то происходит нас 8 минута матча получается дракон плюс команда т-1 забрала себе клещей за это и после клещей тут же выбегает на топ-лайн динди по какой-то неведомой причине прям в тот момент когда его лесник забирал дракона изо всех сил пытался запушить зевса и вот к чему это приводит ребят потому что на него просто после клещей выходит ойнир вместе с зевсом зевс делает хорошее замедление после чего и они прыгают на вард оставляя килл зевсу зевс зарабатывает его счет становится 3 3 и линия запушенном не очень приятном состоянии вот если мы сейчас опять нажмем паузу видим что теперь преимущество по фарму в было плюс 6 что-то по типу такого зевс а теперь она уже плюс 23 и линия все еще не у джакса подвышкой то есть он все еще в дурацком положении находится у фейкера небольшие проблемы к нему большой пак крипов запушивают но фейкер не чувствует вроде никакой беды талия выдает ульту а тут повыскакивали тараканы со всех сторон даже си джуани выдает ульту но фейкер успевает выдать фул касс свой задевает даже фиром того самого главного инициатора петтера и петтер погибает фейкер правильную цель выбрал в качестве жертвы успевает ее убить но команда т1 из-за потери фейкера из-за то что он темп потерял вынужден был отдать второго дракона правда за это лисин загулял снова наверх и посмотрите на количество фарма у джакса джаксу просто не дали фармится лисин пришел говорит иди отсюда и либо я щас тебя за товар давлю вместе с зевсом он спокойно потанкует вышку мы тебя убьем днд разочарованный покинул свое родное гнездышко я дал кучу пластин зевсу при этом он все в соло заработала получается лисин даже обманул он просто пришел посидел немножко ушел а ушел он вниз детали не ожидала его так рано здесь увидеть правда или сен не очень удачно здесь сыграл кик сделал флэш забыл нажать потерялся фейкер не попал там одним заклинанием и ну и сейчас за фейкером уже ведется погоня фейкер от флэшивается от перекидной колми колми ответное убийство делает красивая выравнивая немножко даже золото и счет но и мы переходим к 17 минуте где у команды один ситуация такая мы либо сейчас забираем дракона либо выигрываем там допустим сражение много всего забираем в ответ либо мы проигрываем дракона без боя и скорее всего мы проиграем игру потому что у них будет душа дракона до океанической не самая крутая но все но это душа у них вообще ни одного нет поэтому пришлось всей команде сюда сместиться тут тп здесь идет сразу же инициация поэтому не попадать ни по кому хуком как-то битва разбилась на два фланга и я скорее эту битву в двух местах сейчас покажу первый фланг это гумаюши сонером которые одерживают победу потому что джакс там добраться не смог а вторая часть это лисин вместе с орном который тоже свою битву выиграли но фейкер погиб к сожалению для него он успел свой каст выдать но погиб давайте перемотаю назад чтобы вы увидели с чего все началось вот она позиция как вот все стояло так и стоит хук летит мимо выскакивает гумаюша через флэш и вот здесь вот фейкера по нему фокус пошел сразу трех игроков они все его цепанули убили ну факер че успел то он нажал ну и дальше керри успевает дать подкидывание по трем игрокам лисин попадает кушкой летит там не он не попал кушкой не попал до кушкой вот теперь только попал но с этой стороны зевс уже летит зацепившись здесь кстати очень молодец вот опять же вернуть к этому моменту потому что это был ключевой тимфайт и не знаю будет тут хайлайс его несколько раз показывать или нет на то что керри здесь успел подкинуть сильве это первое после этого дать ульту по трем игрокам еще одно подкидывание с замедлением и зевс обратите внимание он без телепортации подготовил себя уже к почти что мега гнару прям перед этим сражением мы сколько вот смотрели последнее время за гнарами сигналы почему-то в сражении только не успевает прилететь то не без таков то прилетают уже мега гнаром который прямо сейчас пропадет им надо прям в темпе марша делать врыв они его делают и тут же становится маленьким их убивает здесь прям все четенько прилетел бумеранг дал замедлил парочку автоатак и сейчас будет дальше добивать уже сильве жжи они ниже зон кстати живу он живу прошу прощения живу на с радфорс идут в этом году тем же самым составом что и в прошлом в прошлом они почти попали в плей-офф им не хватило одного очка скажем прямо в этом пока у них идет все очень плохо и первый круг есть вероятность что они закончат нет этот они уже скорее всего плохо закончат а вот я по поводу того если у них вероятность вообще попасть плыв непонятно а фейкера поймали минуту спустя после того как команда т1 выиграла дракона и казалось бы должны были там идти на на шора только там 18 минута матча никакого на шор быть не может показывать повтор как петер оказался прям внутри на базе у команды т1 выскочил он прям фейкеру в спину фейкер такого ничего себе флэши какие но его убили чуть позже за 30 секунд до появления на шоры за 3 минуты до дракона команда нс решили дотратить свою геральтку потому что она уже пропадала она была убита но ее надо было где-то использовать поэтому они сюда пришли вчетвером подпушивать джак смещается фейкер только-только воскрес сейчас тоже сюда идет и пока фейкер не дошел команду т1 здесь забрасывают заклинаниями все кто могут но уорн делает десант гейдж подкидывание петер пытается не поймать тут успевает выдать ульту отменить подкидывание по нему а вот здесь говорит я пока не готов воевать но правда он поймал на пути dnd и пошли замедление где фейкер попадает заклинанием лисин попадает киком и кушкой своей и продолжать фейкер цеплять их замедлением выдает ульту еще и все вот если опять же вернусь назад и все поняли надеюсь поняли насколько страшно это драфт сено плюс хвей особенно если вы не можете сразу же убить их двоих их надо именно двоих убивать смотрите просто на вот этот момент как фейкер сейчас будет все здесь забрасывать заклинаниями сначала вот он идет замедление потом фейкер попадает сверху там стяжечкой потом сено дает еще одну ульту потом фейкер еще одно замедление и все это находится на расстоянии 1200 единиц то есть вы в ответ ворваться не можете и убежать не можете то есть вам надо было именно прям под вышкой делать врыв но там гнар помешал очень сильным планам и команда нс потеряла всю надежду на победу в этом матче 10 7 становится счет плюс на шор баф уходит в пользу команды т1 живутом пытается как-то вышку сломать на боте у него не получилось и команда т1 уже с на шор бафом организовывает осаду понизу где вылавливают днд не знаю зачем тут джакс пытался побороться лечит ульта фейкера но колми на своей ульте прикрывает днд жертвует собой ради того чтоб топ лайнер не умер в этом не было никакой храбрости а только глупость и итоге они потеряли просто бойца и вышку хотя так и так бы потеряли не надо было туда подходить эту спрашивают и а ты игруху свою делаешь подожди паузу нажму под steam или будет и на мобилке рынок там гораздо больше на мобилку тоже собираемся выйти там просто по-другому надо все но не по-другому там надо интерфейс будет поменять но вообще на мобилку тоже конечно мы это все планету я и ван и лаванта собираюсь все перекинуть на мобилку но для этого нужно поменять немножко интерфейс хотя и вот опять же вернемся к другим визуальным новеллам которые выходят на мобилках они даже интерфейс не меняют они очень ничего не меняет они просто меняет свое пп на то есть свое предложение меня это на предложение под android и все как будто просто билд другой вытаскивают как-то это по-моему некрасиво ну ладно так мы вернемся к мысли там просто прочитал странное сообщение от рыбели она что смотреть смуту да сегодня запланирован еще до видео по смуте нет там просто еще информация небольшая появилась интересно ее рассказать ну а здесь уже как видите матч закончился они кстати не закончился еще пять минут что-то будет идти ладно давайте посмотрим я что-то не помню что тут что-то было команда т1 видимо прямо сейчас не сможет закончить эту игру хук летит от петра не попадает то ли дает неплохое перекидывание тут же лисин делает кик флешкик удар первый килл зарабатывает но лисин погибает там цепляется джакс за стену убивает лисин тоже погиб зевс вроде жив зевса нет ульты он просто автоатаками дерется да и команде т1 приходится отступать но чуть позже они попали еще и в осаду там телепортации то на 23 минуте фейкера здесь вылавливают он пытается от флеша убежать зевс пытается ему помочь замедлением фейкер ускоряется делает опять фирс десенгейджем и зевс хватит ему урона хватает он еще станет мегагнаром пропишет еще станы по трем игрокам не ампцица эффекта застревает успевает выдать ульту но гигантский шатдаун достается зерри 14 10 то есть размер получился хороший килл в килл для команды нас редфорс учитывая что они 10к почти отстают это очень хорошо для них сложилось но это все потому что 24 минута команда т1 ну типа на 20 пыталась уже закончить вот здесь какой-то пососинка пошел от гумаюш из керри вдвоем зашли в чужой лес без прикрытия хвея он был на топе от фейкера без прикрытия гнара гнар снизу не начал никакого давления оказывать набивали статистику команда т1 но пока они только статистику себе портят я смотрю вместо того чтобы о еще и онер на вардах стоит в него нс высматривают килл доходит этот килл первится эффект ротится эффект и дальше зерри его расстреливает орн прилетает дает подкидывание но толку от этого подкидывания недостаточно фейкер под там стереального расстояния кидает заклинание что оппонента приходится отступать ладно мы к 26 минуте перешли где команда т1 уже стартует на шор или синди лет кик-аут си джуани она пытается запрыгнуть внутрь чтобы выиграть смайт войну но слишком поздно фейкер выдал ульту по четырем игрокам оппонента пришлось до идти в соло отдаваться его кстати никто не тронул а его не тронули только для того чтобы потом его сено добила хотя и килл засчитали все но фейкеру видимо там ли андре один из тиков до нанесла 15 12 счет но по золоту вы видите 10 тысяч отставания фейкер развлекается это кстати было не ли андре а еще фейкер добил у него какой-то дот еще есть разве чемпиона что сейчас задумался чем там фейкер мог добить но не будем этот момент пересматривать с клещами инициатуру какой близкий хук был на самом деле но не попали не попали если попал сейчас бы сено могли убить потому что хилл и флэш не помогает против наутилуса он своей комбинации тебя держит с ци эффекте довольно долго но здесь уже научилась не попав хуком просто умирает от прокаста фейкера состояние 1200 единиц опять я буду продолжать это повторять потому что хвойп сены вместе это какая-то дисбалансная дисба давайте так буду говорить и обратите внимание что в европе и в америке сену любят играть через фарм а вот корейцы насчет китайцев не уверен я не смотрел китайские лиги red buff может может быть может быть корейскую лигу я только смотрю китайскую лигу не смотрел у них корейцев предпочитает сена играть на роли саппорта именно а хоть она типа от и керри но все фармил керри это интересный такой подход то есть и мне кажется это более правильный подход который используют корейские команды ну что же переходим к игре номер два ребят где команда и на страдфорс после поражения перешла на синюю сторону вынудила команду т-1 тратить бан на сену те потратили этот бан и начали искать что-нибудь себе интересная молодежная надежная получили в лицо опять талю великолепную на медлейн правда в этот раз они решили на нее ответить через 300 фейта но как оказалось ребят это 300 фейт обманка был потому что 300 фейт пойдет на роль ада керри играть от гумаюши а фейкер будет играть на карме на медлейне усиливающие рэл айона будет на топе против удира и наверное это единственное что я могу похвалить у команды т-1 это йона на топе рэл ему помогает плюс он еще сам против удира все остальное какой-то нонсенс какая к черту карма на медлейне почему карма усиливает рэл почему берется рэл под 300 фейт когда 300 фейт и так может делать инициацию почему его будут играть воды а не в ап почему у нас милю идет под все это когда оппонентов даже нет со эффекта кроме рейкана ну то есть много много вопросов потому что милю кто не в курсе она очень хорош он я все милю ей называю очень хорош против каких-то ауешных тц эффектов здесь из-за ауешных тц эффектов только один это рэйкана чарм при этом этот чарм он работает так по-особому а если его сразу не сбить то по сути уже можно не сбивать он всего длится 0,75 секунды его надо сбивать прям вот долечка в долечку это очень тяжело тут же нету какого-то у команды эээээ с рэдфорсс какого-то ц ц эффекта который вот прям милю отменяет сразу же пейджуане например да и он сразу хоп это снял там аша ул потому что хоп и снял а несколько таких ультов вай отменить нельзя тали отменить нельзя потому что там перекидывание у смолдера нет ничего здесь ничего отменить нельзя кроме автоатаки но Она станет всего на 0,5 секунды Ну и у Райкана Фир и подкидывание То есть вообще непонятно зачем было вот это все брать Не ясно Зачем забанили помойку на книге Не знаю, это какой-то рофл Видимо, а может они побоялись Связки Смолдер плюс Юми Потому что Ника Ой Ника Потому что Смолдер был сразу взят И они подумали, что Смолдер под Юми Будет очень силен в конце игры Это реально факт Видимо из-за этого, но это единственное, что мне приходит в голову Потому что будет двойной неуловимый чемпион Ну что ж, это первый Смолдер В чемпионате Кореи Дживу станет первым игроком в истории Чемпионата Кореи, который возьмет Смолдера И посмотрим, насколько хорошо он его отыграет Колми попадает под ганг Ну правда, в итоге получилось, что Фейкен попал под ганг Или попал Онир под ганг В общем, оба лесника оказались на мидлейне Но рядом оказался Райкан И тут Миле приходит, дает щиток и говорит Блин, а у меня это чемпион щитки дает-то только И у меня ни урона, ничего нет И в итоге команда Т1 терпит одного игрока в минус Ну а 300 фейкен тем временем Сражается со Смолдером Пока выигрывает его по фарму Но команда оппонентов забирает клеща Клеща взяли За Колми ведется погоня Он пытается на ульте уйти Но фейкера его сажает на цепь И снимает оттуда Ну и как видите, Удир вроде что-то там даже подпушил Но это не помогло Показывает повтор, как умер на мидлейне Рел А тем временем на топ-лайне Зевсу мстят За то, что он агрессивно играл Что-то какая-то странная Что Сильвез сделал? Ладно Сильвез зачем-то зажал кушку Я вообще не понял, зачем он пытался зажать кушку против Йона Когда даже в бронзе знают, что если Йона нажал свое Е То надо просто ждать, пока он туда вернется Не надо вообще ни о чем думать Но если хочешь как-то за ним побороться То просто даешь ульту и потом кушку Команда Т1 за потерю своего игрока на топе Забрали дракона Правда, после этого онера здесь немножко выловили Но это не помогло Твистед Фейт дает ульту Перемещается на мидлайн Пытается убить Колми Кидает стан карточку Но отфлешивается Колми очень далеко Ну а первый предмет, я паузу нажму Твистед Фейт у нас взял Статик Шифт, который занерфен в Хламину В патче 14.3 У предмета сейчас там 60 урона На каждом уровне у чемпиона 60 урона вот эта вот штука взрывная дает Но правда Сам по себе как АД предмет Он не самый плохой стал Но правда Его же фишка всегда была Статик взрыве этому А теперь от него никакого проку Тем временем в топе Маленькие потасовки Опять Вай поглядывает в ту сторону Но она ищет обходные пути Чтобы выйти на Зевса Находит этот путь И Зевс такой Да ладно Ну чего это такое говорит Не надо меня убивать Но его берут и убивают Не спрашивают А умреты кто-то я не помню Никто не умеет Там Сильвии слишком много здоровья Еще оставалось 3-1 Счет хороший стал для команды NS Red Force И самое главное Что у них смолдят Ребят Чемпион Который скелится Тоже бесконечно Как и Сена Только скелится Он немножко другим образом У него заклинание Кушка скелится Делает экзекьют дэмэдж И все остальные заклинания Просто увеличивают урон Это ваша инициация Тонера по Call Me Но Вот она Я паузу нажму Просто мне смешно На эти связки смотреть Карма плюс Рел Это потрясающая связка Один саппорт Саппортит другого саппорта И вы понимаете Что когда саппорт Саппортит саппорта То саппорт Не наносит Никакого урона Так и произошло Honor Выдал Стан Автоатаку И вот сколько Они сняли у Call Me А дальше Просто щиточки Ну и оппоненты На это посмотрели Говорят Ладно Ну потратили Флэш Молодцы Но там Еще и Тистат Фейт Решил прилететь Правда рядом уже И Райкан оказался Опять попытка кинуть карточку Но Райкан дает Стан с рутом По двум игрокам Чарм подкидывание Убийство Получится ли Honor Да получается Но в ответ Походу тоже убийство Произойдет И тут ДНД прибегает Просто Стоплейн И говорит Съем всех Его прописывают Стан Подбегает Фейкер Его опять подкидывают Первый игрок падает Наконец-то Команды Т1 Очень долго жил Но у нас Гумаюши Второй игрок падает У команды Т1 Но при этом Падает еще и Игрок Команды НС Ред Форс Ну и Honor Нашел себе Экзекьют И в итоге Что у нас В холодном остатке Райкан По золоту 14 минута Счет 5-3 В пользу команды НС Ред Форс Но по драконам В пользу команды Т1 Правда Клещи В пользу команды НС Ред Форс С рутом Да На топе Небольшой перевес Я смотрю Сделал ДНД Он в какой-то А Они видимо там Вызвали Геральтку Нет Геральтка на руках Все еще У НС Я просто не знаю Как он так вышку Легко проломал на топе Но он как-то С этим справился В итоге у них Геральтка есть На 17-й минуте И мы к дракону Еще далеко идем Там еще 3 минуты Ищет Гумаюши Какую-то другую Инициацию Находит снизу Call Me Нажимает ульту Летит сюда Кушка пытается Сильвии попасть Попадает Но кривовато Но зато попадает Своей ультой Это у него получается На урок Call Me Слинял С этого сражения Окончательно Но после этого Вернулся Чтобы отрезать Команду Т1 Запереть их Здесь внутри Представьте Если бы фейкер Играл на Ариане Или Азире Его вообще Никто не трогает Его все Проигнорировали Он максимально Мог наносить урон Но он максимально И сделал то Что этот чемпион Способен выдавать Дал максимальные Щеточки Станчики Дэмэдж Через мантру И все Но счет-то стал 8-3 И при этом Видите Ни медлейни Получилось Продавить Зевсу Ни на топе Не запушить Нормально крипов Все Команда NS Red Force Под контролем 18-ая минута матча Они ломают вышку На медлейни И готовятся выходить На дракона Через 2 минуты Ну вот Минутку мы проехали Вперед Сильвия ищет врыв Находит он Игрока И этой жертвой Становится Керри Но в него Не хочет давать ульту Его больше интересует Тристот Фейд Что и происходит Тэфа ловит Рэл Пытается дисенгейджем Помочь Но только усугубляет Положение Тэфа В итоге Тут вынужден был Отфлэшиться Но Видите Все равно Ребята Все здесь Из команды NS Red Force Как-то Не достали До игроков Нет Колми Последний кушка Все же добивает Тэфа Ну Очень много Потратили время На что бы убить Этого игрока Зевс тем временем Все фармится и фармится Прямо как в моем Солоку И когда ты понимаешь Что Йона у тебя проиграл Ты нажимаешь тап И такой Так Молишься Йона пожалуйста Ты проиграл линию Бывает Но пожалуйста Скажи что ты фармишься Он действительно фармится Сломали вышку на топе Команда Т1 Но тут же приходит За наградой Колми Но не успевает Тэфа поймать Тот От Гумаюша Быстренько улетает в сторону Но фейкера решили Они уже не гонять Он там далеко Убежал под ускорением Правда в ответ Тоже вышку ДНД Сломал снизу Йона идет его прикрывать Но он еще не готов Воевать с таким удиром У удира Три предмета На физическую защиту И еще Джакшо Который будет восстанавливать Ему часть потерянного здоровья Ой-ой Сильви ловит Станом Но он дает свой Дисенгейдж Великолепно Райкан через него делает прыжочек Чарми трех игроков Гумаюша погибает Летает ульта Смолдер Смолдер подбегает сюда Видит керри Не видит препятствия его убивать Но его команда предлагает Убить другую жертву Именно коня Коня он убивает И у него были уже стаки Ребят 225 И происходит Фейкер выдает свою мантра кью И добивает Смолдера Смолдер Воскрешается И после этого Команда NS Red Force Идет на Нашора Это очень странный был колл Он не был ничем подготовлен Просто решили пойти на Нашора Надеюсь, что команда Т1 Где-то Зазевается И пойдет Может быть Всей командой Забирать дракона В итоге Дрейка забрал Йона в соло Нам не показали Ну там сверху пишут Что Тенасити получили Команда Т1 А НС Ничего за это не сделали То есть 5 в 4 Они не смогли Забрать Нашора Такой плохой Макрокол Многие команды В чемпионате Кореи Играя против команды Т1 Начинают тупить После 20-х минут Потому что Не знают Как остановить Эти Действия Команды Т1 Ой, хороший врыв Идет Вылавливает здесь Райкан И Райкан погибает Это Минус один игрок Теперь уже команда Т1 Может организовывать Выход на Нашора Но они решили Этим никак не пользоваться Просто сделали килл Остались довольны Опять тут Гумаюша ускоряет Идея типа С Милева более-менее понятно Там Милева нажимает W Гумаюши Rapid Fire Cannon Собрал Бежит в оппонента На гигантском расстоянии Плюс усиленная W Увеличивает еще Дальность автоатаки То есть там Рейндж будет Дальность автоатаки Будет где-то 850 И вот с этой дальностью Он кинет стан Ну Это такое Там стан Во-первых Недолгий Во-вторых Это только на одного Гумаюши действует А на остальных Игроков Они как-то Присоединятся К этому врыву Там ладно Я говорю еще раз Если вместо кармы Был какой-то другой чемпион Тогда это имело бы Хоть какой-то смысл Ну или хотя бы Если бы в лесу Был какой-нибудь Ноктюрн Вот тогда это было Вообще прикольно Потому что у тебя есть карма Усиливающая Ноктюрн В средней стадии игры А в лейте у тебя Гумаюша Вбегает в любого игрока С расстояния 850 Прописывает по нему Стан И туда же летит Ноктюрн И все Вы ничего сделать С этим не можете Но здесь получается Какая-то дурацкая связка Вот он кинул карточку Ну и все Эмилио После этого Помочь никому не может Убили просто вам бойца А в этот раз Убили бойца фейкера Правда на топе Маленькое сражение Ну какой хороший Сайт степ От ДНД Он там увернулся А здесь Смолдер показывает баланс Еще одного игрока убивает Еще одного игрока убивает Там только эти звуки Ну или какой-то такой там звук Сдается Когда Смолдер Добивает своей кушкой Через экзекьют Противников Ну и команда НС Радфорс Довольная Как слоники Идут забирать На Шора Ну а Зевс Понимая Что можно сейчас Быстренько забрать Дракона Стартует его Но его здесь Палят Говорят Ты что тут делаешь Иди отсюда Тебя мы не звали Иди-ка ты Опа-па-па-па Гумаюшу вылавливают Ну там Йоны Оказывается рядом Спасает он Гумаюши Но ненадолго В итоге это просто Размен Килл в килл Но численное преимущество Все равно на стороне Команды НС И они не отдают Команды Т1 Душу Дракона Забирая себе Химического Тоже в карман 15-6 3-2 У нас по Драконам И видите Минус вышка На мидлайне Минус вышка На боте Минус вышка На топе По золоту Уже так даже Прилично пошел Перевес И команда Т1 Ушла В глубокую оборону Они просто защищают Уже свою Свою базу И так Твистат Фейтом Просто подсвечивают Чтобы посмотреть Ну вот эта вот Подсветочка Твистат Фейта Дала им информацию Видите Она все еще На кулдауне Чтобы на 38-м минуте Стартануть на Шора Поймав на реколе Оппонентов Ну правда Реколы Тут же Нивелируются Телепортами Команда Т1 Попадает под первую ульту Влетает ДНД Зевс пытался Там с другой стороны Как-то повоевать Но его команда Уже попала Под ДНД И никто Убить его не может Понимаете Некому убить Этого чемпиона Твистат Фейт Не обладает вообще Никаким уроном Даже под кармой Это вроде чемпион Должен здесь Йона наносить урон Но его отзонили И сейчас опять Йона отзонен Они вроде хотят воевать И Йона говорит Я тут сейчас подойду Как-нибудь Может помогу А никак не помогу Фейкер там тильтует Уже с флэша Делает врыв Здесь с флэша Был Зевса Сделан врыв Два флэша потрачены А никого не убили Гумаешь что Нажимает Джоню Спасает немножко себя Но его Смолдер убивает После чего Вай ищет Подкидывание Находит она Одно подкидывание По фейкеру Летит заклинание И попадает фейкера Дживу Ну там Сильвия Справится с фейкером Хотя там фейкер Хорошо так регенится Но тем временем Командой на сверху Всех доминирует А Сильвия все пытается Дойти до фейкера Он там Щеточками лечится 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 Сильвия такой Да что ж такое-то Опять дабл И опять фейкер полечился Надо уже наверное Бросать фейкера И уходить отсюда Хотя не хочется его бросать Потому что бросишь его Он нажмет тп Будет еще мешать Потом Нажал ульту Но фейкер был под дабл Своей Да и Сильвия сдается Но он так типа сдается Аля Ты главное не улетай Фейкер Ты главное оставайся со мной Но не убей меня случайно Да и фейкер нажимает тп Возвращается к своей команде Чтобы спасти Да Я думаю многие встречались С кармой вот такой В соло ку Когда Карму просто не убить Она под дабл Своей лечится До бесконечности Ну и ДНД Со своей командой Решили пойти на Нашора Не вышел этот план Ну точнее он вышел Просто они почему-то решили Развернуться убить Сразу же Арел Которая мешала Убить то ее убили Только потеряли много здоровья Еще один станут Гумаюша Заметения Йона там ищет позицию Но подставляется Герри Его убивают Но он получает Великолепный щиток от кармы И чуть-чуточку И выживает Я не знаю Я не знаю почему Здесь вот Смолдер Не доиграл У него был флэш У него был каст Он видимо слишком сильно боялся Отвис от фейта карточки Которая могла его быстренько добить И Зевс Настакивается Предлагает Отдать просто Тогда этот объект Они не могут за него воевать Хотя он продолжает Настакиваться Он ульту будет давать Я чуть не помню этого Да он ищет ульту Ребят Выдает ульту По четырем игрокам Но один доджит ее И доджит Самый главный игрок А именно Дживу У нас в Молдере Убивает он Как раз того самого Йона Остальные игроки Ретировались Когда поняли Что Йона Не задел Самую главную Жертву Которую надо было Задевать Самую главную Точнее метку А именно Драконьем Убийцей он не стал Кири беги От этого чемпиона Не убежать Но Кири есть шишка Ну правда Шишка не особо Помогла Еще и блокировка ЦЦ эффекта Которая летела От миллиона Не помогла Команда Т1 Терпит поражение В этой партии Ребята Как вы можете понять И команда NS Red Force Заявочку дает На то Что они могут Лишить команды Т1 Первого места Потому что они На данный момент На первом месте Со статистикой 7 побед Одно поражение И по картам Проигранным Только Две карты Как раз против Команды Джин Джи И здесь происходит Еще одна карта Потеря Уже против команды NS Red Force NS Неожиданно для всех Одерживают победу Ну а мы переходим К игре номер 3 Так как у нас Здесь Best of 3 Сразу же смотрим Что у нас С командой Т1 И NS Red Force И вы видите Команда Т1 Такая А давайте-ка Перейдем Снова на Красную сторону Отправим Отправим На красную сторону Оппонента И давайте-ка Уберем из игры Смолдера Смолдера Не умеет Еще играть Видимо Гумаюши Максимально Они его хотят Игнорировать Ну и по сути Драфты делают Очень схожи С предыдущей Не предыдущей Предыдущей Игрой Где у них есть Сена Плюс Хвей В лесу Есть танк-инициатор Там был Лисин Здесь Ноктюрн Видимо Лисин Не очень понравилось Ониру играть Ну и он и тогда Выглядел Не самым лучшим выбором Ну а оппоненты Решили Забрать у Онира Всех чемпионов Они ему там Побанили чуть-чуть Он сам тоже сделал Бан Виего Забрали себе Вай и Поппи А оказалось Что как-то Этими-то чемпионами Особо не поиграть И в итоге Их драфт превратился В какой-то Кетч-сетап Который работает Делать флайт-гейми Как вообще добираться До сены С Хвеем Когда есть Там Кенч Ну гоу Смотреть Ну по драфту Конечно полная Катастрофа Для команды НС Редфорс Ну а Гумаюша Немножко тут расстроенный Сидит Он Наверное За предыдущую игру Все думает Фейкер агрессивно играет Перефлашивается Коул Ми Коул Ми в ответ Тоже отфлашивается Он фейкер выстягивает Дает еще одну автоатаку Выцеливает Дальнее заклинание И попадает их Расстояние было Почти 600 Ну вот как-то так Вот работает этот чемпион Фейкер Соло-бола делает Против Коул Ми Наталии Это без ганга Кстати говоря А вот здесь уже Сражение за дракона Где Коул Ми был Без флэша Керри тут же этим пользуется Делает флэш сверху Ноктюр вместе с ним Туда перепрыгивает Зарабатывают Они первое убийство Гоняются за Петером Петер бежит Говорит Нет только не мини Только не мини От флэш Но хук делает Притягивает В отношения Керри Но Керри эти отношения Не нравятся Он только язычком Отбодался И Петер ушел Команда Т1 Снова начала Делать дракона И забрала его А что у нас там на топе На топе Зевс с ДНД сражается Делает перекидывание Автоатаку У него есть санфайр У ДНД чуть получше Он скупил Тоже себе санфайр Но еще появилась арморка И этой арморки Хватило Правда Как видите Это было все Специальной подготовкой Скорее всего Онер Когда началось это сражение Сказал Я сейчас добираю Синий баф И лечу к тебе На ульте Ну и сражение Поэтому началось Даже учитывая Что был минус По предметам У Зевса Ну как минус Там минус 300 золота На фейкера идет Инициация Он фир кидает Не очень удачно Фир попадает в Сильвия А у них кстати удачно Я что-то даже забыл Про это Он разменялся Килл в килл За счет этого фира А что он как-то Странно так сработал Ну-ка Фейкер Кидает фир Капабл форс Ну или как у Малфита Оно не пропало Но при этом Оно и не пошло На кулдаун Оно дождалось Пока вайп приземлится И только после этого Сработало С вай конечно Этот момент И с ее ультой Меня всегда улыбали Что ее ульта Может до сих пор Отменяться Можно уворачиваться От ее ульты Просто Что это такое Почему эта ульта Смертоносная Для скорее вай Чем для противника Три карты Одну карту КТ Не отдали А еще КТ Было Да-да Прошу прощения Еще КТ Победили У команды Т1 Одну карту То есть получается У них три карты Было потеряно До этого момента Теперь четыре стало Ну ладно Это я просто Монолог лесника За вай Да И мне не нравится Что вот это До сих пор Как-то странно работает То есть ты интуитивно Даже не можешь понять Как это работает Ну а здесь уже У вай проблемы Ее вылавливает На пути Ноктюрн Тот же смещается Хвей Не зарабатывает убийство Уже две тысячи перевес У вай все плохо Она жестко отстает От Ноктюрна И при этом Это считается скиллбайс Она находит здесь Все же фейкера врыв Но фейкер успевает Свой касс выдать Правда недостаточно Вот раз чтобы добить Ну и доволен наконец-то Сильви Он говорит ура У нас получилось Получилось наказать фейкера Немножко отыграть И с минус две тысячи Ушли они только в минус полторы К следующему дракону Опять врыв от Вай Но в этот раз Выключается Ноктюрн Свет Хотя не так уж и хорошо Он выключается Потому что там рядом Оказывается Наутилус Который прикрывает бойца Там Кейдж спасает Но не сильно Команду Т1 перекидывает Первый игрок умирает Второй игрок умирает Третий игрок Также погибает И Вай Сделавшая врыв в одиночку Остается в живых Команда Т1 Уже проигрывает По золоту Ну-ка давайте посмотрим Весь повтор этого момента Таллия до этого Тратил Ничего Да Таллия хорошую позицию заняла Варус дает ульту Не попадает Вайт тут же делает Флэш врыв И они А там Таллия Как Таллия здесь оказалась Так она просто Она на ульте проехала Это она такую ульту поставила Да Она на ульте проехала Тут же Отзонила фейкера И они убили первого игрока А Ноктюрн Который влетел Ему не хватило урона Потому что И Вай его Зацешила И Наутилус И дальше численное Меньшинство было Постоянно у команды Т1 И опять Колми дал великолепное Перекидывание Два раза подряд В одном сражении Это очень хорошо 5-7 Становится счет Зев смотрит на свою команду Говорит Ребят Ну там это Поаккуратнее как-то Да без меня А то можно и Игру так Выкинуть Не хочется Выкидывать Игру Так на Топе Опять маленькая битва Но в этот раз Колми Сюда смещается Ани Ноктюрн На развороте Пытается посражаться Сеновы дает ульту Но это все Не помогает Никак К Санте Он погибает 5-8 Становится счет Опять вышли вперед НС Трэд Форсы В прошлом году Как раз когда они Были вот этим Новым составом Играли Я говорил что Они почти могли Попасть в плей-офф У них считался Самый агрессивный Минус Сиана И там Кинч Зачем-то туда прыгнул Тоже решил отдать Скил Так вот У них Не он килл не отдал Его спасает Ноктюрн Правда вот Ноктюрн Идет врыв Но он успевает Заблокировать все И ух Улетает Там Кинч на последних секундах Пытаюсь вернуться к мысли Они самые агрессивные Были в первые 15 минут То есть во всех их матчах Наибольшее количество киллов Было в первые 15 минут И мы с вами видим Что они это продолжают Демонстрировать То есть ребята За целый год Киберспорта Кореи Ничему не научились Либо наоборот Приучили себя Продолжать делать То что они умеют Делать хорошо А именно Играть огромное В огромное количество киллов Не отсиживаться Первые 15 минут И причем Это не имело значения Каких чемпионов Они отыгрывают Ой хорошая инициация По гумаюши Правда рядом оказывается Керри И Петер Сейчас может сам попасть Бидуо Его Цепляет Проглатывает Варус выдает ульту Но Петер кидает под вышку Он правда Вытанковал Сколько сумел Но теперь Есть проблема у Варуса Варуса замедляет Керри Прячется в гумаюши А тут у нас ТП летит от Талии Оба сразу же Отфлешиваются Убегают Но у Талии есть ульта Она сейчас будет пытаться Их перекрыть Что и делает Но попадает В Дисенгейдж Еще нажимается ТП От Фейкера Фейкер успевает прилететь И начинает цепляться Уже за Джива Джива Отфлешивает Вот оно К чему приводит Гига агрессивная игра От команды НС И команды Т1 Откровенно говоря Ведется на это все Если мы посмотрим Повторы их команды Т1 против КТшников Посмотрим их повтор Против тех же самых Ханхвалайфов Они там не велись Они проигрывали там 2, 3, 5 килов Даже 7 килов В одной игре По-моему даже 10-0 Они проигрывали Да если я не ошибаюсь Ну 10-0 они против По-моему совсем Аутсайдеров играли Что-то по типу Этих Как ее называют Драгон Икса По-моему от них Отлетали 0-10 Они не велись На вот эти вот взаима Они продолжали фармиться А здесь они почему-то ведутся Прям хочется им С этой молодежью поиграть Возможно это связано с тем Что это молодежь Это та же молодежь Что у команды Т1 молодежь Вот эти два состава Ну там с небольшими изменениями Там Керри, Фейкер Здесь по-моему Лишний Дживо считается И Колми Они все Как сказать родственники Родственники Семья Да Не, ну они все просто Одногодки И проходили вместе Академию Потом Челленджер Лигу И возможно из-за этого У них это Прям как скрим-матч идет Они поэтому так играют Максимально агрессивно Друг в друга Те начали агрессивничать А эти вот Да вы что Да мы тоже так умеем На тебе На тебе Вот так вот Хопа и там Просто нахтюб полетел Один в четыре Вообще ни на что Не обращаю внимания Хорошо что Зевс нажал телепортацию Пролетает Стягивает двух игроков Сенова дает ульту Утаскивает он в отношения ДНД ДНД Ничего не успел нажать Просто погибает Ну не просто Довольно долго его убивали Но погибает И счет у нас По драконам Получается 2-0 Но попытка забрать Геральтку Заканчивается тем Что команда НС опять решает Начать битву Ну а команда Т1 И не против Сразу же разворачивается Битва продолжает Сонера убивает Кири там Убивает Варуса За это Фейкер один только Стоит такой Дед И думает Что происходит В наши времена Мы так не воевали Мужики Давайте как-то Попассивнее А может наоборот Фейкер как раз И всех и заводил И говорил Бить их Бить этих Эту молодежь Скуфы не сдаются Ну вот типа такого Кто знает Что Фейкер кричал там Тем более что У Фейкера сегодня Был юбилей Девятьсотая игра В чемпионате Кореи Девятьсотая Ребят Правда это была Не третья игра Кому-то могло показаться Что Фейкер специально Они слили вторую игру Чтобы сегодня сделать Нет Именно вторая игра Которую слил Фейкер Была девятьсотая И интересную статистику Английские комментаторы говорили Я ее подслушал Там В интервью У Фейкера Проиграны матчи Ребят Готовы? Готовы? Проиграны матчи Сотая игра В чемпионате Кореи Проиграна Двухсотая игра В чемпионате Кореи Проиграна Трехсотая игра В чемпионате Кореи Проиграна Пятьсотая игра В чемпионате Кореи Проиграна По-моему Семьсотая Восьмьсотая И теперь девятьсотая Да Две он все же выиграл А там Четырехсотая По-моему И шестьсотая Вот Четырехсотую И шестьсотую игру Фейкер выиграл А вот все остальные Сотые вот эти игры Он проигрывал Вот все ждали Что сегодня произойдет Но сегодня Он опять проиграл Ну Такая интересная статистика. То есть у фейкера почему-то мандраж именно в сотой игре происходит его. И он там отвал башки какой-то устраивает. 900-я игра в чемпионате. Да, это нереальный какой-то показатель, если так задуматься. Очень большой показатель у фейкера. Ну и сейчас он MVP прям идет. Смотрите, 7-3. Во всем этом хаосе, где молодежь друг другу лица бьет, он зарабатывает себе килы. Практически не фармится, но по деньгам идет все равно очень хорошо впереди. 12-10 чё, цепляется он за Варуса, раскидывает его заклинания. Варуса охреневает происходящего. Говорит, уберитесь у меня фейкера. Там фейкера уже оттащили за три экрана, а он все еще закидывает его заклинаниями. Теперь уже кол-ми попадает под его заклинания. Фейкер опять чуть-чуть подходит, сейчас опять полетят заклинания в кол-ми. Вроде стоит безопасно, да, ребят? А тут уже полетело в него что-то. Но правда не долетело, потому что наутилус это все дело остановил. Но еще одно заклинание и вот еще одно заклинание. В кол-ми не полетело, зато полетело все в Поппи. Поппи погибает, фейкер все еще здесь, но его хукают, подкидывание выдают. Правда фейкер успевает получить хил от сены, сам себе щиток и за это убивает двух игроков. И Вай еще сюда подходит и наверное стоит сейчас, когда Вай убьют, показать вам перемотку назад. Я просто... Зачем перемотку назад? Чтобы вы поняли, что за прикол сейчас был. Давайте чуть-чуть назад вернемся. Вот чуть-чуть назад, когда я про вот этот момент начал говорить. Какой счет наверху? Посмотрите, пожалуйста. Сейчас уберется табличка, поймете. 12-10, ребят. 12-10 был счет. Убили Варусы. Команда ДНС вдвоем пытается защититься против троих. Бежит на Утилос, говорит, я вас защищу. Из-за того, что он бежит, ДНД вроде как агрессивничает, но там появился у команды Т1 тоже один игрок и в итоге его убивают. И любая другая команда, которая не в молодежке играет, она бы уже отступила. Но Инесса как будто продолжает играть молодежь, какие-то хуки тут тратят. Ну, конечно же, фейкер выживает. И здесь опять два игрока умирает. Стоится 15. Потом Вай такая, блин, не, ну я точно должна какой-то кел сделать. А, не, я передумала. Но уже поздно было передумывать, ее уже закрыл. Иксанты закрыл, и там Кинч ворвался. Ну, и фейкер опять успел дать заклинание. То есть они просто отдали эйс команде оппонентов, по сути отдаваясь один в два, один в три, два в четыре. Ну, нет в этом никакой логики. То есть у вас драфт кетч сетап, кетч сетап вообще по-другому играется, как вы знаете. Вот, какой-то повтор показывали. Пока поймали Дживу, расстреляли его, фейкер прилетел на телепорте, просто дал одно заклинание. Причем, мне кажется, что фейкер вообще этот прокаст-то весь и начал. Он потом просто решил на телепорте за спину залететь и поймать в этого игрока. Ну, а так команда Т1 с Нашором... Нет, это Сена начала. Т1 с Нашором идет пушить. И самое главное, что команда Т1 для нас всех с вами открыла новый драфт, который я лично не видел. Сена плюс Хвей. Это очень сильная связка. И я, честно, пока еще не представляю, как эту связку победить. Потому что из-за того, что Сена играет в роли саппорта, но с адешным уроном и при этом стаками у вас появляется танк-саппорт нереально высокого уровня. Там, наутилус, там, кейнч, орн. Кого там еще можно взять, да? Подумайте, как говорится, пофантазируйте, кого еще можно в эту связочку взять. Ну, еще там Сеоны иногда берут. Реклас там показывал это, помните, тоже в чемпионате, когда еще в фанатиках играл. И еще это все закрепляется вторым щитком, вторым полусаппортом на мидлейне. Не Арианой, которой там надо еще попасть заклинанием, потому что у него, по сути, только ульта есть, которая наносит урон, все остальное это так. Веселье ради она кидает. А Хвей, у которого каждое заклинание наносит очень сильный урон и откат, не как у ульты Арианы, там, 90 секунд, а всего лишь каких-то 10 секунд. Не попал свой комбой, ну, подождем 10 секунд, повторю этот трюк. И ворваться очень тяжело, потому что есть Фир, есть Рут. Вот Поппи ворвалась, просто Фир отстояла, после этого еще и Фир от Ноктюрна залетел. Посидели, Сильвия только там разводит руками, говорит, ну что, мы пытались. 24-12, ребят, счет. Какой-то нонсенс для Кореи, казалось бы, но мы с вами переходим к еще одной игре, которая сегодня состоялась, а именно матч Ханхвалайфа против команды Кэтерос. Я только одну игру прокомментирую, мы ее с вами посмотрим. Здесь тоже был взят Смолдер. Дефт решил показать Дракончика, Драконий Пауэр. Поэтому банит Хуэя. Да, поэтому банит. Не, ну, либо Сену, либо Хуэя, кого-то, одного из них. То есть связка-то всегда так работает. У команды оппонентов хорошая связка это Йона плюс Сиджуани, плюс еще Гнар, оказывается, пойдет на топ и Кетч, по сути, с ботлейна идущий, это Райкан плюс Варус. То есть Варус здесь будет выполнять задачу. Лейнинг фаза средняя стадия. В лейтгейме болею за Йона. Ну, а три танка, два танка прямых и один танк полутанк. Это как раз есть защитнички. С этой же стороны чисто Кетч. Алистар, Вай, Талии, Атрокс. Все, убить одну цель, раскрутить тимфайт. Но потом в лейте у нас появится дефт с нереальным демеджем. Ну, и давайте смотреть, что же здесь произошло, потому что нереальный демедж Смолдера в конце игры должен вроде как приносить лейтгейм. И тут, по сути, важное такое определение. Что сильнее? Смолдер в лейтгейме либо какой-нибудь Джакс, Йона, вот что-то такое в лейте. А на пятой минуте ничего еще не происходило. Был 0-0. Хорошая погода. Одна команда забрала клещей, вторая дракона. Ну, и пошел тавердайв уже на седьмой минуте, где вылавливают бедного вайпера, чемпиона мира, убивает другой чемпион мира. А песик же не чемпион мира. Песик не убил, не становился, да. А дефт у килл не достался. После этого, кстати, тут ответочка пришла, я даже не помню. Этого как-то берила поймали, он с базы возвращался, его вылавливают, легко убивают, причем убивают два саппорта, если так задуматься, Сиджуани, плюс райкан, дефт не смог этому процессу помешать, выдал только свою ульту, стаки заработал и все. Но дальше на другом цикле уже поймали команду Ханхвалаев, ктшники забрали один счет. Если НС против Т1 это была какая-то изюминка прикольная для корейских болельщиков, они могли наконец посмотреть Лигу Легенд агрессивную, академическую, да, то сейчас мы видим не академическую, а игру мастеров таких вот, старичков, где вот один килл это просто Долайт какой-то фигней страдал, но он выигрывал время, это Space Creating, чтобы его команда забрала дракона. А мы уже на 20-й минуте, ребят, при счете 1-2, Варус выдал ульту, не попал из-за того, что он не попал ультой, и тут закрывать игроков команды Ханхвалай, Гнар дает Дисенгейдж своей ультой, но Пенат проигрывает смайт войну Песику, и Бедедина ТП возвращается, чтобы вышку не потерять. Итого, получается, у нас 2 дракона против 1, но в пользу команды КТ. Йона здесь выдавал ульту на мидлайне, но не попадает. Мне подсказывает, Песик выиграл чемпионат мира в 2022-м с Дефтом в составе Драгон Иксов. А, он все же был чемпионом. Блин, я уже запутался. Пенат не был чемпионом. Да, Песик как раз-таки с Дефтом стал чемпионом мира в составе же Драгон Иксов. Ну да, Бедедин не был у нас чемпионом мира. Берил был в том же самом составе чемпионом мира. У нас же сейчас КТ это бывшие Драгон Иксы. Только им не хватает Кингена и этого... Ну, этого с мидлайна. Зэку, которая вон там играет. Зэку с той стороны. А здесь у нас Зэка, Вайпер. Ну да, здесь самый титулованный состав. Ну, после команды Т1, наверное, у команды Хэнхвалайф самый титулованный состав, если так задуматься. Титуловение их сейчас никого. Ну, Т1, опять же. Потому что у них и МСА еще турниры выиграны и чемпионство мира. Тут только Делайт вроде бомж, но, как оказалось, Делайт трехкратный чемпион Кореи, на секундочку. Я там, когда это сидел, данные эти собирал по игрокам, я такой, погодите, А Делайт три раза подряд выиграл чемпионский титул. Да, так оно и было вместе в составе команды Джен Джи. Он это делал. То есть у нас Хэнхвалайф, кто не в курсе, это получается небольшой перевертыш команды Джен Джи прошлого года. КТ это примерно то же самое, что была команда Драгон Икс 2022 года. Вот такие у нас собранные команды. Не могу в лигу зайти, а там патчи сейчас ставят? Мы сегодня патчи еще тоже с вами обсудим. Так вот, счет у нас 1-2 на 24-й минуте, как будто ничего не происходит, но на самом деле Йона хочет фармиться, Смолдер хочет фармиться. А без ключевых дэмэдж-дилеров у оба коллектива вот все, что умеют делать, это 1-2 кг зарабатывать. Но тут началась потасовочка, где Дракона забирает в этот раз команда Хэнхвалайф, но дальше пытается убить Песика, Песик выживает, отфлешивается, но его Варус добивает, но при этом теряется Райкан. Битва продолжается уже 4 на 4, БДД там зажал двух игроков, но в этот момент опять пытается Зэка ворваться, попадает под экзост, приходится ему отпрыгивать назад, но Гнар уже настакался второй раз до ульты, выдает в этот раз ульту, убивает они от Рокса, но в этот же момент Дефт получает себе пассивку, он флешается вперед вместе с БДД, чтобы убивать игроков, убивает они первого игрока, БДД гонится, делает перекидывание, ну как же, Пенат отфлешивается, вроде жив, а вроде и нет, потому что БДД за ним летит, за ультой, догоняет его, Зэка флешается, чтобы добить БДД, но тут прячется в Жоню, а Дефт своей пассивкой пытается добить, но там отхил идет, потому что срабатывает триумф и восстанавливает здоровье, а потом срабатывает второй триумф уже у Вайпера, потому что он успел убить еще одного игрока, и в итоге размен у нас получился 4 на 5, за одно это сражение они сделали в 3 раза больше убийств, чем за 24 минуты до этого, потому что до этого был счет 1-2, а сейчас 9 убийств произошло, но мы на 26 минуте, где опять потасовка, Бетрас вылавливает Гнара и хотят использовать Смолдера на ура, потому что у Смолдера появились стаки, а Зэка все еще не добрался до своих топовых предметов, у него их только 2, Делайт ловит все, что можно, и догорает от пассивки Смолдера, которую я думаю занерфят очень скоро, вот именно эта пассивка, она какая-то неадекватная, потому что одно дело, когда чемпион взрывается там на 5-6% экзекьюта, это вполне нормальная тема, я это прощаю, но другое дело, когда ты оставляешь 10% чемпиона, а он еще 4% натикивает себе, и после этого взрывается, вот это уже какая-то неадекватность получается, но Райты такого создали чемпиона в честь Нового года, Новый год у нас в честь Дракона, и получите, распишитесь, 5-0 Смолдер, 5-7 счет, 2000 перевес команды КТ, но по Драконам 2-2, еще вышка на Медлэйне стоит, здесь вылавливает правда, пената, пошла вай ульта, вайпер много дэмэджа наносит, ловит, ух, красивый килл, и она попыталась там ворваться, и как-то так вышло, что команда КТ вроде сделала кетч, а убийство сделать не смогли, в итоге они потеряли даже своего бойца, но хотя бы вышку смогут сломать, Смолдер нужно сделать так, чтобы стаки медленнее набирались, но об этом тоже можно подумать, потому что в Солоку их набирают где-то 30-й минуте, 28-я, там 35-я минута вот в этот период, чаще всего стаки 225 набираются, на просцене это происходит на 21-й минуте, с 21-й по 25-й, ну там 25-й это совсем плохой типа Смолдер, поэтому тут я соглашусь с тобой, что наверное слишком большой темп, учитывая, что средняя продолжительность матча 28 минут, у Смолдера аж целых 7 минут с максимальными стаками, то представьте, что Кейл бы получала 16-й уровень на 21-й минуте, или КС-1 на 21-й минуте получал бы 16-й уровень, это же ненормально как-то, или Вейгра был бы 1200 обилити пауэр на 21-й минуте, или Насус 1300 стаков там на 21-й минуте, вы вдумались, да, вот что это то же самое, фактически это то же самое, потому что эффективность чемпиона меняется кардинально, то есть если до этого он был сбалансированный чемпионом, там можно найти как эти, рейтинг в процентах оценивать там сила Смолдера вначале там 50-55 процентов, потом там 60-65, то как только он это получает, у него эффективность становится 140 процентов, и ты такой, что происходит? Почему он в 3 раза сильнее стал, чем был? Был 60, а теперь уже 140, как так-то? Ну вот, вот так, да. Так, у нас Дрэк здесь забирает команда КТ на 30-й минуте, и Ханк Валайф ищут просто десенг... этот... десенгич, хотел сказать, воровство ищут, и воровство у них получается, Пенат обворовывает песика до этого, песик его обврал, то есть все по-честному, битва продолжается, Смолдера там сильно избили, но там, потому что Перфект полетел за Вайпером, гоняется, у него какая-то... глаза горят, хочу убить, он гоняется за Вайпером, в этот момент там гоняется за Смолдером, Смолдера убили, а песик... ой, песика... а Перфект сделал убийство Вайпера, и у меня реально вопрос, почему он за ним горялся? Давайте посмотрим, повтор всего этого сражения, как это произошло. То есть, вот он стоит Перфект сверху, перепрыгивает сейчас на шишки, следим за ним, находит Вайпера, дает по нему проказ, тот отфлэшивается, и сейчас логично просто забить на все и идти помогать своей команде, потому что, если ты со спины появишься, Ханхвалайфы будут разрываться, им надо и с Атроксом бороться, который на них и въезжает под флэшом, и бороться со Смолдером, которого они все еще не догнали, а он говорит, ладно, вы там 4 на 4 справляетесь, а они не справляются, они уже проиграли эту битву, потому что они остались с одним Эдекерри, без танка и демеджера, а здесь целый танк демеджер ушел, ну, как-то так получилось, не очень. 10-8, что приводит команду Ханхвалайф к мотивации пойти забирать на Шора, они его как минимум стартуют, Берилл здесь попал на небольшой проказ, опять камушки получил по лицу, в него идет инициация, Берилл вообще ничего не успевает сделать, кроме как Акзоста, но все равно погибает, но в этот момент выдается великолепный проказ уже от Дефт, он зарабатывает 2 убийства для своей команды, одно только, прошу прощения, еще убийство для своей команды, но он продолжает погоню, БДД тоже дает свою ульту, и на развороте Дефт дамажит первому, не на нас, он по ворду начал бить, он мог бить, но начал бить по ворду, в итоге на Шора команда Ханхвалайф пойдет таки забирать, а команда Катросерс еще раз отдалась Вейс опять с Молдером, и забрав и на Шора, и Дракона, Ханхвалайф закрепляет себе гиперсильный лейтгейм, и Йона еще тоже за это все сражение получил себе Гардиан Энджел, правда сейчас тут пената ловит, не забываем, что Дефт все еще стакает себе, то есть он бесконечно стакается, правда Берилл не бесконечно стакается, его просто убили, а странный выбор вот здесь был для Дефта это ФХ, он купил ФХ, чтобы резать скорость атаки оппонента, вроде логично, чтобы мана была бесконечная, кулдаун, но не проще было тогда в каплю пойти, да, кто-то скажет каплю слишком поздно уже собирать, ну, изначально, то есть 400 золота ты мог выделить в какой-то момент игры, и сейчас бы у тебя была капля, вот тебе тот же самый кулдаун, та же самая бесконечная мана, только еще урон увеличенный, а скорость атаки, то что ты режешь, ну, вообще-то это должна делать Вай, скажем прямо, она не должна сейчас сидеть собирать себе стирак, она должна сейчас собирать себе как раз-таки Frozen Heart, но она этого не делает, то есть к песику здесь тоже много вопросов, почему он продолжает идти в дэмэдж на 36-й минуте за Вай, когда уже тут матч закончился, и надо стараться максимально выдавать просто танковости, Йона прокасывает по перфекту, но его Вай цепляет, Йона погибает, еще одна ульта залетает от дефта, неплохая, ну и команда Hangover Life не смогла зайти на хайграунд, хорошо, здесь приходится отступать, идти на нового, на Шора уже на 40-й минуте, а стаки все продолжает стакаться, ну и здесь Доран что-то загулял, но он думал, что нужно Space Creating сделать для своей команды, выиграть много времени, да, на Шора они забрали, но ценой потери своего бойца и теперь даже численный перевес получается у команды КТ Ростерс и этот численный перевес прям под Элдер Дрейка, Доран очень сильно ошибся, он не должен был там находиться и вот он, эта ошибка, получается теперь, что Йона с телепортом пушил топ-лайн, Талли туда пошла, но Йона сюда нажмет ТП, а команда КТ, ну будет сейчас 5 в 4 забирать Элдер Дрейка, начали они его делать, Алистар ищет какой-нибудь дисенгейдж по пенату, находит его, Элдер Дрейка они забирают, а Йона, ну пока тут так и остался, сможет ингибитор один сломать, но этот ингибитор погоды вообще никакой не сделает, потому что потерян ингибитор на мидлейне после 30 минут это уже ничего не стоит, а тут после это, он уже там продал ФК, ну там уже сейчас посмотрим, какие у него там финальные билды, блин, но часть времени он с ним бегал, опять поймали Йона, у него опять Гарден Энджел прокнул, мы уже столько времени здесь отсидели, и с пушем Элдер Дрейка команда Катер Остерс открывает две вышки подряд, и дальше они пройти не смогли, решили отступить, да, давайте нажмем паузу, он продал ботинки, купил себе КДР, и продал ФХ, о чем купил вместо ФХ, рапидку, получается купил, ну, да, вполне нормально, то есть Гарден Энджел на ботинке меняем, и рапидка вместо ФХ, ну, каплю, самое спрещаю, что каплю он бы настакал даже, если бы тогда купил, когда я посоветовал на 30-й минуте, там 32-я была, да, он бы успел ее сейчас тоже уже настакать. Возвращаемся в игру, 46-я минута, опять здесь вылавливают танка, но танки уже тут не представляют из себя танков, как вы видите, они очень быстро разлетаются, пената убивают, и можно дальше вести погоню, Перфик пытается ворваться, выигрывать тонну времени для своей команды, а его команда ищет фланг, делает фланг убийства Йона вместе с Вайпером, и, казалось бы, да, но нет, дальше они пройтись, но не могут, крипов нет, ни у команды Ханхвалайф, ни у команды КТ, и КТшники решают просто реколиться и пойти с базы обороняться, но из-за того, что они реколились неудачно, у нас получается размен, они не успевают прийти потом во времена на Шор, и решают сразу идти на Элдер Дрейк, и у нас получается размен, одна команда забирает на Шора, вторая команда забирает Элдер Дрейка, правда, Элдер Дрейк без Атрокса на Элдер Дрейке, то есть Атрокс у нас без него оказался, а на Шор, как раз таки на всех, поэтому Гнар и Райкан там сплитили, сплитили, открыли, они две вышки нам не показали, мы переходим к самому финальному сражению, если я правильно помню, вот это будет самое финальное сражение, за еще одного Элдер Дрейка, ребят, да, это третий Элдер Дрейк в этой игре, четвертый на Шор появляется, но вот такая была, вроде крутая игра, столько минут тут играют, но вроде и сражений-то всего парочку у нас было, просто драфт обеих команд предусматривает фишку того, что у всех есть начало игры, но только один чемпион в лейде, и они просто обе команды играют, одни ждут, пока Смолдер настакается, кого-нибудь убьет, другие ждут, пока Зека зафармят все и тоже будут убивать, ну вот давайте смотреть финальное сражение, Элдер Дрейка стартует команда Хэнк Валайф, Алистар делает подкидывание, Баррс делает дисенгейдж и КТшники потратили очень много всего и толком-то ничего не заработали, с другой стороны и оппоненты тоже потратили много чего и ничего не заработали, а у Делайта все еще ульта есть, Варрса ульта скоро уже откатится такими темпами, БДД ищет свою ульту для дисенгейджа и Делайт полетел, ускорение, подкидывание, ловит двух игроков, он Талия дает ульту для дисенгейджа, он дисенгейджит свою команду от противников, но чтобы Берел потанковал сейчас он все равно умрет, Йона выдает ульту, он попадает под экзост и где у нас там Дев, Дев все еще жив, стреляет первый каст, второй каст, третий каст, убивает первого игрока, убивает второго игрока, он там Гардиан Энджел и тут забирается Элдер Дрейк Бафф и начинается та самая игра, из-за которой мне не нравятся Гардиан Энджел и Джонни, потому что ты не понимаешь, кто выигрывает в этом сражении, но итог оказался, что Ханху Лайфа выиграли. И если мы нажимаем паузу, оказывается, ребят, в Лиге Легенд есть еще один чемпион, который в лейте опасен, это чемпион с процентным уроном, это Варус, которого мы все забыли, даже я забыл, давайте сейчас, я хочу на табличку вернуться по предметам, обратите внимание на Варуса, вроде он играет полностью в леталити, леталити билд, но он тоже продал ботинки, у него тоже все хорошо, и его пассивка, кто не знает Варуса, если ты зарабатываешь убийство, ты увеличиваешь себе скорость атаки, эта пассивка очень похожа на Джинкс, и получается, что леталити Варус, если он в тимфайте долго стреляет, то он становится довольно опасным, здесь у него скорость атаки такая себе, то есть не пулеметная, но вот сейчас следите только за Варусом, он поберил, убил, бил, 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 там увернулся, убили первого игрока, и Варус уже начал бить быстрее, после этого он сделал еще одно убийство, начал бить еще чуть быстрее, дает кушку, забирается это, и он бах, автоатака убийства, бежит вперед, и сейчас просто даст сразу по трем игрокам разные заклинания, но конечно здесь главным моментом был Элдер Дрейк, кто его заберет, если бы его забрали КТшники, они бы выиграли это сражение, но его забрали Ханхвалайф, так что они выиграли эту битву, и получается, что команда Джинджи сильнее, чем команда Драгон Икс 2022 года, вот, ну да, я просто заранее, забегая вперед, скажу, что серию команда Ханхвалайф выиграет со счетом 2-0, ну и давайте сюда заходим, что у нас тут получилось, по итогу, по итогу получилась команда Т1, единоличный лидер, правда теперь с четырьмя поражениями, Ханхвалайфы нюхают им спину, а Джинджи прям вот по пятам идут, у Джинджи завтра матч против команды Драгон Икс этого разлива, этого года, там довольно слабый коллектив, скорее всего они сделают 2-0 против них, команда Джинджи, думаю, с этим справится, но у них все равно будет только 16, 4 статистика, и все равно они будут ниже команды Т1, а если проиграют, они упадут даже ниже команды Ханхвалайф, то есть им проигрывать ни в коем случае Джинджи нельзя, что же касается команды Катаростыш, да, они расстроились, проиграли, но если вспомнить всю их серию, круговую против вот этих коллективов, то КТшники победили Джинджи, проиграли Ханхвалайф, им проиграли команде Т1, и один рандомный матч проиграли снизу, вот исключи этот рандомный матч снизу, и вы будете стабильно в топ-3 находиться, надо просто вот этот матч снизу исправить, кстати, кому они проиграли, давайте посмотрим, они Ханхвалайфом, а, они КДФом проиграли, КДФом, это молодому новому Декерри, а я скатил КДФов еще посмотреть на этой неделе, с кем они будут, а, у них на этой неделе не матчи, ребята, они против Брайанов играют, у Брайана все тот же состав, да там, Смолдеру 75% без автухи откусили, вот тебе и ваншот, ну да, Элдердрек сильнее Смолдера оказался, ну, так и по лору задумано, все же таки, вот такая у нас получилась сегодня заруба, корейская, я ее с утра не комментировал, ну, ничего страшного, зато сейчас это все с вами, приятно посмотрели и прокомментировали, надеюсь, вам понравилось, там, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, увидимся в следующем видео, в следующем видео сейчас будет либо патчноц, ребят, либо смуту посмотрим,